Можно ли иностранцу оформить российское гражданство, находясь у себя на родине? До недавнего времени иностранцы имели возможность подать заявку на гражданство РФ по родителям, пребывая на территории своей родной страны. Для этого им достаточно было обратиться в российское консульство. Но с 24 июля 2020 года начали действовать новые правила, в связи с чем ситуация кардинальным образом изменилась. В соответствии с действующими в настоящее время правовыми нормами документы на гражданство РФ по родителям, следует подавать только в российское миграционное учреждение. В консульстве России на территории иностранного государства их теперь не принимают. Следовательно, получение гражданства РФ по родителю в 2022 году предполагает обязательное прибытие заинтересованного в этом человека в нашу страну. Этапы вступления в гражданство РФ по родителям. Подданные иностранного государства при соблюдении предусмотренных законодательством условий вправе рассчитывать на получение гражданства по родителю в упрощенном порядке. Для этого мигранту следует придерживаться такой схемы, сразу после прибытия на российскую территорию иностранцу, необходимо позаботиться о постановке на миграционный учет. Следующим шагом, без которого гражданство РФ по родителям не может быть предоставлено, является оформление ВНЖ. Для того, чтобы получить вид на жительство мигранту, родитель которого принадлежит к числу российских подданных, оформлять разрешение на временное проживание не понадобится. Затем человеку, планирующему приобрести гражданство по родителям, необходимо оформить постоянную прописку в России. Для этого следует обратиться в учреждение МВД по месту фактического проживания, сразу же после предоставления ВНЖ. После оформления постоянной регистрации выходцу из иностранного государства, следует приступать к подготовке и сбору документации, необходимой для подачи заявки на гражданство РФ по родителям. Отметим, что в ряде субъектов РФ миграционные инспекторы отказываются принимать заявку на вступление в российское подданство, если с момента оформления ВНЖ прошло менее года. Однако подобные требования противоречат положениям федерального законодательства, в связи с чем являются абсолютно неправомерными. При наличии ВНЖ и постоянной регистрации инспектор обязан принять соответствующие требованиям закона, документы независимо от того, как давно был получен вид на жительство. Обратиться с заявлением на получение гражданства РФ по родителю и всеми остальными бумагами в миграционный отдел МВД. Иностранцам, проживающим в Москве, для этого потребуется съездить в миграционный центр Сахарова. Дождаться уведомления об окончании рассмотрения заявления. Если мигрант получает гражданство по родителям, вопрос о его предоставлении рассматривается не год, как в общем случае, а всего три месяца. Но в реальности узнать об одобрении заявки иностранец несколько позже, поскольку необходимо учитывать и время доставки уведомления. Для вступления в российское гражданство иностранный гражданин должен принять присягу. Заключительным этапом будет получение российского гражданского паспорта. Документы на гражданство РФ по матери или отцу. Обращение подданного иностранного государства о приеме в российское гражданство принимается к рассмотрению при условии подачи заявителям надлежащим образом подготовленного заявления. В миграционный орган необходимо предъявить два его копии. Также потребуется паспорт мигранта. Его необходимо перевести на русский язык с заверением перевода у нотариуса. Иностранец, претендующий на получение гражданства по родителю, вместе с паспортом должен принести три фотографии, каждая из которых имеет размер 3 на 4 сантиметра. За прием заявки на гражданство РФ по родителям с мигранта взыскивается госпошлина в сумме 3500 рублей. Квитанцию об ее уплате также лучше взять с собой. Остальные документы на гражданство РФ по родителям могут различаться в зависимости от региона. Этот вопрос рекомендуется обсудить с миграционным юристом.